Алхамду лиллэхи Раббил Ааламин, вассалату вассаламу аля хайри халкихи ва ашрафи мурсалин, Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин, амма ба'ад. Мы продолжаем тему богобоязненности. Богобоязненность — самое благое из одеяний и прекрасный запас, лучшее средство для достижения довольства нашего Создателя. Всевышний сказал, «Тому, кто боится Аллаха, Он даст выход, избавление от сомнений в земной жизни и от наказания в судный день. Аллах даст ему выход и наделит его уделом оттуда, откуда тот даже и не рассчитывает его получить. Он пообещал богобоязненным своим рабам, что даст им избавление и выход из любого затруднения и одарит обширным уделом и доступными благами оттуда, откуда они и не ожидают их получить. Аллах говорит, «Кто боится Аллаха и выполняет Его повеление, тому Он облегчает дела». Это упомянутые предписания, повеление Аллаха, которое Он не спасал вам. Кто боится Аллаха, выполняя Его повеление, тому Он простит дурные поступки и увеличит награду. Он обещает, что облегчит дела тем, кто страшится Его, а также искупит грехи и умножит награду за те праведные дела, что они вершат. Говоря о богобоязненности, мы должны понимать, что для этого существуют свои признаки, подобно тому, как у определенной болезни существуют свои признаки и симптомы. Какие же это признаки и как их распознать? Первым из этих признаков является возвеличивание того, что возвеличил Сам Господь. Всевышний в суре Хадж в 32 аяте говорит, «А кто почитает важные знамения Аллаха, то это от богобоязненности в сердце». Если же мы обратим внимание на историю развития нашей религии, то мы увидим там людей, которые проявляли богобоязненность в лучшем виде. Так в книге Итхав имама Забиди, да будет доволен им Аллах, сказано, что сам Ибн Умар, Умар ибн Абдул-Азиз, для того, чтобы справить нужду, выходили в хиль, подальше от земли Харама, тем самым проявляя уважение к землям Мекки. Люди не ленились пройти пару километров для того, чтобы справить нужду не в тех землях, что были сделаны Аллахом заповедными. Другой признак богобоязненности — неукоснительное соблюдение установлений ислама настолько, насколько человек может. Такой человек всегда помнит, что Аллах видит его самого и его сердце. Такой человек будет щепетилен в исполнении своих религиозных обязанностей от молитвы, намаза и до хаджа. Третий признак богобоязненности — почитание своих родителей. Такой человек также поддерживает родственные узы, оказывает благодеяние соседям, помогает бедным. Он честен в своих отношениях с людьми. Его сердце свободно от высокомерия, злобы, ожесточенности и зависти. Оно наполнено искренностью и желанием блага для всех людей. Наконец, богобоязненный человек всегда обращается со своими мольбами лишь к Аллаху, ибо на Него он полностью полагается. Аллах описал, какой будет награда такого в жизни грядущей. «Спешите к прощению вашего Господа и краю, ширина которого равна ширине небес и земли, уготованному для богобоязненных. Богобоязненные жертвуют свое имущество на благие цели в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. И Аллах любит добродетельных». Также богобоязненные люди, совершив дурной проступок или, навредив себе, вспоминают об Аллахе и просят прощения за свои грехи. А кто прощает грехи, кроме Аллаха? Также они не упорствуют совершенным ими сознательно, воздаянием им станут прощение их Господа и райские сады, в которых текут реки. В них они пребудут вечно. Прекрасна награда трудившихся во благо. А теперь давайте посмотрим на тех, в чьих сердцах нет богобоязненности или же его совсем мало. Такие люди ленятся сделать даже мелочь ради довольства Господа. Сравните это с тем, как даже в вопросах справления нужды были щепетильны наши праведные предки. Если мы обратим внимание на те времена, то увидим, каким образом проявлялось тогда уважение к алимам. Имам Абу Ханифада будет доволен им. Аллах говорил, что за всю свою жизнь он ни разу не засыпал, расправив ноги в сторону своего учителя Хаммада. Да будет доволен им Аллах. Уважение к носителю знания тогда было даже в таких мелочах, и это признак богобоязненного человека. Говоря об уважении к алимам, важно понимать саму суть этого уважения. Мы уважаем не алима как такового. Нет! Уважение и почтение к себе алим зарабатывает лишь в том случае, если он искренне изучает и соблюдает положение шариата. Так в одном из хадисов сказано следующее. Когда Господь полюбит своего раба, он говорит ангелам, «Я полюбил этого раба, так сделайте же так, чтобы и люди полюбили его». Тут нужно понимать, что здесь речь идет о естественной любви. Если вы будете всем говорить «люби меня», или же если вас любят за какое-то положение, то это лишь игра, подобно тому, что в фильмах. Стоит только фильму закончиться, и все, роль завершилась. Также стоит обратить внимание на то, каким образом проявлялась любовь и уважение к книгам Аллаха, также и к книгам об исламских науках. Вспомните жизнь сына Иртугрулбея Османа, про которого турки сняли свой известный сериал. Тот самый Осман, основатель Османской империи, однажды ночевал в некоем доме. Когда он зашел в этот дом, то на стене увидел мешочек. Осман понял, что в мешочке лежит Коран. В те годы было принято хранить Писание именно так. Так вот, Осман всю ночь не спал, а стоял на коленях перед книгой Аллаха. Именно благодаря таким последователям Османская империя существовала на протяжении 600 лет. И когда таких людей стало меньше, империя деградировала и развалилась. Но один турецкий шейх Бадио Заман в свое время сказал, что Османская империя забеременела атеизмом задолго до Ататюрка. Но тогда над Европой взойдет солнце Ислама. Говоря о том, что нужно возвеличивать восхваляемое Аллахом, стоит обратить внимание на уважение к пророку саллаллаху алейхи вассалам. К примеру, был такой сподвижник по имени Урва ибн Масуд Ас-Са'кафи. Еще до принятия Ислама с ним произошла одна история. В день Худайбильского перемирия его отправили вместе с делегацией курайшитов для подписания договора с пророком саллаллаху алейхи вассалам. И далее он сам рассказывает об увиденном своими глазами уважении, которое проявляли сподвижники пророку. Так вот он сказал, и когда пророк алейхи вассалаллаху алейхи вассалам поручал им, что любил, они тут же спешили это исполнить. Если пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал омовение, то эти сподвижники тут же набрасывались на эту воду, дабы забрать ее себе. И когда они говорили рядом с пророком саллаллаху алейхи вассалам, то делали это спокойно и тихо, так, чтобы не нарушить тишины. Ни один из этих людей не смотрел в глаза, даже в лицо пророка алейхи вассалаллаху алейхи вассалам. И я видел много разных правителей и слуг, так как вместе с делегацией меня не раз отправляли к правителям Персии, Византии, Эфиопии. Я ни разу не видел такого, чтобы подданные этих правителей проявляли к ним такое же уважение и почтение, какое проявляли к своему пророку его сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах. Именно этот случай и является примером для нас всех. Сам пророк алейхи вассалаллаху алейхи вассалам передал в хадису кульсы слова Господа, что кто бы не враждовал с моим любимцем, тот словно враждует со мной. Когда мы говорим о возвеличивании и почитании книги, то что мы под этим подразумеваем? Приведем пример. Поистине, сегодня мы живем в такое время, когда нет труда исправить о греху в книге или что-то подклеить. Так как же мы допускаем, что некоторые наши Кораны порваны или в грязи? Если человек не обращает на такие вещи внимание, то у него нет никакой любви к религии и книгам. Если мы любим женщину, то мы одариваем ее подарками, духами, украшениями. Мы готовы покупать для нее любые украшения. Мы любим ее и проявляем к ней свою любовь и в материальном. Так почему бы не делать так в отношении религиозных книг? Однажды, когда мы еще учились в Сирии, мы зашли в гости к одному человеку. У него в доме мы увидели следующее. Светская и художественная литература лежала на красивых полках, она была чиста и аккуратна. И религиозные же книги были свалены в стопку, как какой-то мусор или низкопробные журналы. Тогда мы еще подметили, что у этого человека не все в порядке с душой, раз он уготовил такое место религиозным книгам. И мы не ошиблись. Душа этого человека в итоге заблудилась в потемках. Мы должны знать, что никоим образом нельзя проявлять беспечность к шариатским книгам, ибо эти книги возвеличены самим Господом. Также достоверно установлено, что сподвижники делали табару к той одеждой, которую некогда носил пророк саллилаллаху алейхи вассалям, а также дотрагивались до тех мест на посуде, до которых он дотрагивался своими пальцами во время питья. Никто не уступал своей очереди попить из сосуда, из которого только что попил пророк алейхи саллилаллаху алейхи вассалям. Сподвижники обтирались водой, которая осталась в сосуде после того, как пророк саллилаллаху алейхи вассалям совершал из этого сосуда омовение. Риса ибн Тахман рассказывал, Аннас ибн Малик однажды вынес нам две сандалии из гладкой кожи, которые были зашнурованы. И тогда саббит Аль-Бунани сказал мне, что это сандалии пророка саллилаллаху алейхи вассалям. Абу Бурдар рассказывал, что однажды Аиша вынесла им накидку и сказала, эта накидка была на пророке алейхи вассалям в то время, когда он умирал. Асим аль-Ахуаль сказал, я видел чашу пророка саллилаллаху алейхи вассалям у Аннаса ибн Малик когда она разбилась, Анна соединил ее сломанные части с серебряной вставкой. Аннас сказал мне, я поил пророка алейхи вассалям из этой чаши столько-то и столько-то раз. Поэтому имам Бухари назвал одну из глав своей книги глава о том, что упоминается о кольчуге пророка алейхи вассалям о его палке мече чаши перстни и о том, что из этого использовали правители после него а также о том, что упоминается о его волосах сандалиях посуде которыми делали табарук его сподвижники после его смерти. Также этими предметами делали табарук последователи сподвижников. Мухаммад Ибн Сирин рассказывал, что он сказал Убайде «У нас есть волос пророка саллиллаху алейхи вассалям который достался нам от Аннаса». Тогда Убайда сказал «То, чтобы у меня был хотя бы один волос пророка саллиллаху алейхи вассалям любимее для меня чем вся эта жизнь и то, что в ней». Усман Ибн Абдулла Ибн Маухаб рассказывал «Однажды мои домочадцы послали меня к Уму Саляме жене пророка саллиллаху алейхи вассалям с сосудом воды в котором был волос пророка. Когда человека постигал сглаз или какая-то болезнь люди посылали к ней, чтобы она дала им этот волос». Имам Аш-Шаарани пишет, что когда какой-нибудь листочек на котором написаны слова басмалы или же слова каких-нибудь других аятов падают на землю, то ангелы мир им тут же спешат, чтобы как можно быстрее забрать смысл слов с этого листка. Это делается для того, чтобы эти слова упав на землю не стали причиной того, что на этот народ спустятся тяжелые беды и невзгоды. Если говорить об уважении, то имам Бухари в своей книге Сахиху-ль-Бухари передает хадис, в котором пророк алейхи саллиллаху ассалям говорит, когда вызвали Саада ибн Муаза да будет доволен им Аллах для того, чтобы он вынес решение по племени Бану Курайза, то он в тот момент был болен из-за раны, полученной в день битвы урва. Из-за своей боли он приехал на Ишаке и это увидели сподвижники и сам пророк алейхи саллиллаху ассалям. Тогда пророк повернулся к ансарам и сказал, о ансары, встаньте же и поприветствуйте вашего господина. Обратите внимание, что пророк саллиллаху алейхи салам имел в виду Саада ибн Муаза да будет доволен им Аллах, называя его господином ансаров. Обращаясь к этим ансарам, Мухаммад саллиллаху алейхи салам повелел ансарам встать. А что же сейчас? Встречаются иногда такие люди, что не поднимаются даже тогда, когда приходит человек, годящийся им в отцы. Они объясняют это тем, что не возвеличивают никого, кроме Господа. Но сам пророк саллиллаху алейхи салам встал в знак уважения к человеку. Знаете же, что уважение, почитание и проявление этикета ко взрослым людям религия ислам ставит на первое место. Сам пророк саллиллаху алейхи салам говорил, что истинный мусульманин должен проявлять почитание ко взрослым и жалость к маленьким. Мы знаем, что когда к Фатиме да будет доволен ею Аллах приходил пророк саллиллаху алейхи салам, она тут же вставала и шла к нему навстречу. Так же поступал и сам пророк алейхи саллиллаху алейхи салам. Следующим признаком богобоязненности является расходование имущества на пути Аллаха. Если, к примеру, какой-нибудь человек находит прибыльное дело, то он ничуть немедля тут же вкладывает все свои деньги в это дело, пока кто-нибудь другой не взялся за это. Именно таким образом поступались подвижники пророка саллиллаху алейхи салам, соперничая между собой во вложении средств для распространения ислама. Говоря о выделении имущества в благих целях, не следует преследовать никакие корыстные цели, ища во всем лишь материальную выгоду ради поста или подарков. Разве это можно назвать тратами на пути Аллаха? Нет, конечно. Один из прежних устазов до того, как в их село провели газ, говорил, Бывает такое, что некоторые люди привозят мне машину угля, а потом не проходит и месяца, как эти же люди просят меня прийти на их мавлит. Не следует играть в такие игры. Нельзя давать человеку что-то с целью позже забрать у него больше. Такие вещи не делаются ради довольства Господа. Если же вы решили сделать что-нибудь ради Всевышнего, то это должно делаться искренне и не преследуя никаких других целей. По поводу этого устаз Хасанда Осветит Аллах Его Душу писал, что тот, кто пришел в Тарикат ради какой-нибудь мирской выгоды, тот оставит этот путь. К примеру, если какой-нибудь Мюрид взял Вирд ради своих корыстных целей, то он неизбежно уйдет из Тариката ни с чем. Поэтому человек должен быть искренним в подобных делах и если он решил сделать что-то полезное, то пусть делает это от всего сердца, не ожидая от этого ничего прибыльного, материального в этой мирской жизни. Что касается материального имущества, то без сомнения человек его очень любит. Конечно же, есть те, кому безразличное имущество этого мира, но таких в наше время осталось очень мало. Господь в Коране говорит, «Вы любите имущество очень сильно, кроме тех людей, которые больше этого любят своего Господа и Его посланника». К примеру, если какой-нибудь человек больше всего на свете любит что-то, то ради этого человек будет тратить все, что у него есть. Также, если кто-то полюбит женщину больше всех на свете, то он будет делать для нее все, даже если это вредит ему самому. Поэтому мы с вами должны знать, что если какой-нибудь человек полюбит что-то больше своего Создателя и его пророка да благословит его Аллах и приветствует, то Аллах не спошлет на этого человека различные беды, сделав причиной этих бед именно то, что он полюбил больше своего Господа, своего пророка да благословит его Аллах и приветствует и своей религии. Если мы обратимся к истории нашей религии, то в ее начале мы увидим, что сподвижники пророка Абубакр да будет доволен им Аллах был человеком, чья вера была самой сильной на этой земле. Именно из-за того, что он был самым богобоязненным, он стал тем человеком, который тратил все свое имущество для религии. После него таким же был Умар ибн Хаттаб. Затем Усман да будет доволен ими всеми Аллах. Ведь мы знаем, что в день битвы при Табуке в эти жаркие дни сподвижники готовились к войне, оставив свои финиковые сады. все свои динары и дирхамы, совокупная сумма которых сегодня эквивалентна 118 миллионам рублей. Сейчас многие подумают, что достаточно дать деньги на постройку медресе или мечети и все будет хорошо. Это безусловно хорошо. Очень радостно, что люди выделяют средства на подобные богоугодные дела. Только вот раньше люди выделяли деньги искренние. Они не пиарили свои поступки в Инстаграм или в Фейсбуке. Они делали это без лишней огласки и об этом становилось известно только потом. Как пример, жертва верблюдов Усманам да будет доволен им Аллах. Это было сделано именно в тот день, когда пророк больше всего нуждался в этом даре, ибо тогда многие сахабы не имели снаряжения и оружия для джихада. Тогда же пророк сказал свою знаменитую фразу «Немало сегодня сахабов, которые остались в Медине, но они сейчас все равно с нами». Или другой случай. В Медине тогда была сильная засуха и начались проблемы с едой. В это время Усман да будет доволен им Аллах пригнал тысячи верблюдов с полными мешками зерна. Торговцы предлагали Усману выкупить это зерно, чтобы потом в три дорога продавать его голодающим. Но Усман да будет доволен им Аллах отказал им «Я хочу получить цену в десять раз больше». Торговцы возмутились этим предложением, но Усман отвечал «Аллах может дать мне эту цену». Усман заботился о своей будущей жизни, готовился к ней и не был полностью занят мирским. Для того, чтобы человек с легким сердцем мог отдать что-либо ради Аллаха, будь то жизнь, имущество или деньги, он должен дорожить своей будущей жизнью. Другой сподвижник Абу-Бакр Сиддик в день переселения пророка помог всем, что у него было на пути переселения. В этот тяжелый день именно он был рядом с посланником Аллаха. А ведь в этот момент неверные курашиты могли напасть на его семью, но Абу-Бакр думал о пророке в тот знаменательный день. Все это было плодами того дерева, которое выращивало пророк в Мекке на протяжении 13 лет. Его сподвижники дошли до состояния духовного совершенства, и они смогли увидеть истинную сущность своего бытия. Как сказал сподвижник, Белялда будет доволен им Аллах, когда я был в постели и смотрел на свою дочь, дочь пожалела меня. На что я отвечал, какое же счастье, что завтра я увижу пророка Аллаха. Именно так, через такое поведение человек доходит до совершенной веры, именно так человек становится тем, кто готов отдать свою жизнь во имя Ислама и потратить все ради его возвеличивания. Еще один признак богобоязненности — постоянное поминание Всевышнего Аллаха. И тут отметим, что если человек будет заниматься самодельными зикрами, то он не сможет достичь в этом совершенства. Это подобно тому, как человек не сможет вылечиться, пока он будет заниматься самолечением. Мы видим, что сегодня те люди, ходят в различные тренажерные залы, где им дают задания опытные фитнес-инструкторы. Эти же люди ходят на массаж, на процедуры к различным врачам. Почему же они не лечатся дома? Потому что люди понимают, что они не смогут сами вылечить, у них нет таких навыков. Поэтому важно, чтобы человек посещал мечети, медресе или те места, где дают знания об Исламе. Как и при лечении тела, самолечения души может нанести непоправимый вред человеку. Имам Аль-Газали, да будет доволен им Аллах, писал по этому поводу так. Если человек будет вести себя таким образом, то его внутреннее состояние может полностью разрушиться, в результате чего власть над ним возьмут шайтаны, из-за чего он, сам того не зная, будет совершать все, что не попадя. Еще один признак богобоязненности оставления недозволенного и запретного. Сколько бы человек не хвалил себя крепость своего имана, свою неотступность, это не принесет ему пользы, если он не отдалится от запретного. Запретное шаг за шагом будет затаскивать такого человека в бездну. Нам известен случай, как однажды в селении Нечаевка в Дагестане перед одним ученым Абдул-Гафурили Мухаммадом начали расхваливать одного человека. Шейх остановил хвалящего и спросил его, скажи-ка мне, тот, которого ты расхваливаешь, встает ли на утреннюю молитву? Ответом было нет. Шейх отвечал, в чем же тогда он хорош, если он не может даже встать на утреннюю молитву? В книге Насаи Абдуллах Аль-Хадад пишет, прежде чем казнить человека амияцкий губернатор Хаджадж спрашивал, ходит ли тот человек на утреннюю коллективную молитву? И если оказывалось, что человек ходит, тогда Хаджадж не убивал его, боясь того хадиса, в котором сказано, что человек, который присутствовал на утренней коллективной молитве, находится под защитой самого Господа. Мы должны понимать, что в то время, когда человек подобно тыкве лежит и даже не думает подняться на утреннюю молитву, его слова о богобоязненности теряют смысл. Если человек не может даже на намаз встать, то о какой богобоязненности может идти речь? Имам Шаарани, да будет доволен им Аллах, как-то написал, бывали такие тяжелые ночи, когда на меня словно наваливалась какая-то тяжелая сила, из-за чего я даже ногу от земли поднять не мог. И таща свою ногу, я все равно шел на утренний намаз, ибо я страшился, что за нами последуют наши мюриды, которые тоже оставят свои молитвы, беря с меня пример. Поэтому тем людям, за которыми следует народ, нужно быть примерным в соблюдении правил, чтобы случайно не стать пагубным примером для окружающих. Обычные люди могут и оступиться, ибо не станет это заразительным примером. Но вот на наставниках, на имамах лежит особая ответственность за каждое действие. К примеру, водителям легкового автотранспорта дают общую категорию, по правилам которой они могут водить любой легковой автомобиль, но не автобус или грузовик с прицепом. Для каждого уровня прав есть свой уровень ответственности. Это работает и в простой жизни. Еще одним признаком богобоязненности является простота человека. Такого человека в народе называют простодушным без гордыни. Наш пророк был вообще непростым человеком. Особенно это касается, когда мы обращаемся с Богом и делаем что-то угодное ему. Ведь Он, Аллах, Владыка миров, наш повелитель и Господин. Разве кто-то будет заносчиво вести себя со своим начальником? А Аллах, Господь всего сущего, от воли которого зависит наша жизнь и смерть. Понимая свою беспомощность перед Ним, мы не должны проявлять какую-то гордыню. Наш пророк упорно совершал обряды богослужения. Как рассказывает Айша, да будет доволен ею Аллах, пророк до самого утра молился и считал зикры настолько долго, что его ноги оттекали от стояния. Также стоит вспомнить случай, когда Джибриль мир ему пришел к пророку в день битвы при Бадре. Ангел рассказал пророку, что ему будет дарована победа, а враги пророка падут в этой битве. После этого пророк начал так сильно молиться, что его кафтан, висевший на локте, упал. Абу Бакр по этому поводу даже сказал, посланник Аллаха, пожалей свой навс, разве Аллах не обещал тебе победы в этих битвах? Что же тогда ответил пророк салли Аллаху алей вассалам? Он сказал, хоть Аллах и обещал мне победу, это не избавляет меня от покорности раба. Всевышний Аллах в Коране говорит, эти люди являются рабами милостивого Господа, которые ходят по земле смиренно, покорно, не проявляя горделивости, относясь друг к другу уважительно, проявляя этикет, не проявляя насилия и зла. И если невежды будут задевать их, то они ответят им добрым словом, не споря и не ругаясь с ними. Эти люди, которые проводят ночи в молитве, опустив голову на землю, и эти люди есть суть истинные рабы Господни. Эти слова не относятся к тем, кто проводит сутки напролет в социальных сетях, ведя там бесцельные споры, а потом спохватившись, они бегут на утреннюю молитву. Однажды Мухиддин Ибн Араби в Марокко знал одну группу людей, поминающих Аллаха. Они читали зикр, но забыли об утреннем намазе. После зикра они уснули и совершили намаз после того, как солнце встало. Мухиддин Ибн Араби тогда сказал, как по мне, так лучше всю ночь проспать и проснувшись вовремя совершить утренний намаз, нежели читать зикр, а затем проспать молитву. Еще один признак богобоязненности — оберегание от всего сомнительного отдаления от тех вещей, что могут сбить с истинной религии. Если человек берет себе в друзья сомнительного человека, посещает сомнительные сайты, если он копается в интернете, выискивая всяческие гадости, то он не сможет избежать скверны. Аналогично и с тем, кто упорно оставляет сунну нашего пророка саллилаллаху алейхи вассалам. Оставляя сунну за сунной, этот человек может дойти до того, что уже ничего и не останется и от фарзов религии. Оставление сунны в итоге приведет к тому, что человек даже обязательное будет делать абы как. В заключении напомним слова Устаза Хасана Худдиса Сирогу, которые он сказал в книге Мактубат. После каждого намаза говорите, у кого есть возможность по 10 раз, а у кого нет хотя бы по 3-5 раз такие слова. Владыка наш, не уклоняй наши сердца от истины после того, как ты вывел нас на прямой путь, а дари нас своей милостью, ведущей к успехам и упрочь нашу уверенность. Ведь поистине только ты запрещающий и дающий. Также похвальным будет произнесение в земном поклоне слов, рекомендованных самим пророком салли Аллаху алейхи вассалам. О тот, который изменяет сердца людей, укрепи же мое сердце на истине. На этом мы завершаем наш очередной урок, посвященный теме богобоязненности. Мы продолжим тему, если на то будет воля Аллаха. Хвала Аллаху Господу миров! Салли Аллаху алейхи вассалам ас-суждая Аллаху салли Аллаху алейхи вассалам аминь.